Куда пойти учиться после школы? Ответ на этот вопрос сейчас ищут тысячи новосибирцев, которые сдают единый госэкзамен. Как готовят помощников капитанов морских судов и каковы перспективы таких специалистов, узнал Александр Сульдин. Компьютерная игра по жестким морским правилам, не развлечение, семинарское занятие. Капитанский мостик почти как настоящий. Деловая тишина, короткие команды, идем через виртуальный басфор. Этот парень – старшина первого курса механиков Валерий Маркиш. С детства мечтал о море и любил копаться в моторах. Совместил два увлечения. После второго курса вы получаете первые корочки моториста. Вы можете уже пойти в плавсостав, оплачиваемый на третьем курсе, и спокойно работать. У тебя плавно? Я планирую на втором курсе получить корочки, позволяющие мне пойти мотористам и трудоустроиться. Потом еще учеба и механиком на танкер. Университет поможет устроиться на работу. Примерно так будет выглядеть на будущее рабочее место. Данная аппаратура называется ЦПУ – центральный пункт управления. Здесь отображаются абсолютно все системы, абсолютно все действия, которые происходят с двигателями. Сейчас в университете водного транспорта готовят специалистов в основном для морских перевозок. Каждый год выпускают почти сотню помощников-капитанов, механиков и электриков. Учат не по плакатам. Другая университетская лаборатория. Сразу несколько огромных дизелей в одном зале. Все работают. Этот двигатель возвышается здесь над всеми. Очень большой, мощный, немецкий, старый. Сделан в 1961 году. Такие ставили на большие речные буксиры. Здесь изучают до сих пор, для того, чтобы будущие механики не утратили чувство машины. После такой подготовки студентов распределяют на практику. Места находят для всех. Мы даже школьникам говорим, что мы сейчас из окна, как говорится, или проезжая по мосту, не видим большого трафика судов. Это не значит, что его нет, как говорится, флота речного. Опять же, в подтверждение тому, что у нас студенты, обучающиеся, начиная со 2-го, 3-го, 4-го курса, они все проходят практику на речных или морских, или и морских судах. Вот, соответственно, всем у нас находится место. Понятно, что суда есть. Флот сильно сократился, но действуют. Завозят все необходимое на север. Буксиры с баржами ходят по Енисею и Лене. На Волгу снова вышли суда на подводных крыльях. Новосибирские речники намерены ввести новый маршрут с остановкой на северо Чемском. Александр Сульдин, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова